Девушки отдыхают Я задам вопрос каждому из них по очереди на ответ 2 минуты и 5 секунд и заключительное слово снова 2 минуты. Таким образом мы очень жестко соблюдаем регламент Центральной избирательной комиссии в 6 минут 5 секунд, которые мы обязаны предоставить каждому из кандидатов. Итак, тема экономической и финансовой политики. Да, давайте представлю вам кандидатов в президенты. Сергей Бабурин, кандидат от партии Российский общенародный союз. Сергей Николаевич, здравствуйте. Павел Грудинин, кандидат от партии КПРФ, Владимир Жириновский, кандидат от партии ЛДПР, Ксения Собчак, кандидат от партии Гражданской инициативы, Максим Сурайкин, кандидат от партии Коммунисты России, Борис Юрьевич, Григорий Явлинский, кандидат от партии Яблоко, Григорий Алексеевич, доброе утро. Итак, экономическая и финансовая политика страны. Начинаем с Сергея Бабурина. Сергей Николаевич, ваши две минуты, прошу. Позиция моя определяется самим принципом. Мы за русский выбор и за возрождение народного хозяйства. Это не какой-то американский экономикс, а народного хозяйства. А значит, отказ от 25-летней неолиберальной политики спросить тех, кто до сих пор размещает наши деньги, то в американских казначейских обязательствах, то в евробондах. И сейчас продолжает вывозить эти деньги. Конечно, в основе финансовой политики должно лежать элементарное понимание, что мы страна, обладающая огромными ресурсами природными. Это наши ресурсы. И мы должны ими распоряжаться в интересах своего народа, а не обеспечивая там Европу или кого бы то ни было. А это значит, что цена на бензин должна быть уменьшена раза в три. Не надо нам ровнять мировые цены. Пусть они там торгуют за мировые цены. У нас это должно быть 10 рублей за литр от силы. Это сразу скажется на наших производителях, которые цена на энергоносители, цена на аренду. Плюс налоговое бремя, которое больше 40% сразу в лед идет только на белую зарплату. Поэтому давайте поймем, что мы не сможем изменить экономическую ситуацию, не отказавшись от вот этой то ли ошибочной, то ли преступной финансовой политики. Надо бороться за создание рабочих мест, а не против какой-то другой системы. В промышленности нам нужно обеспечить компенсацию всем, кто заводит новое инновационное оборудование. 50% государства должно стоимости компенсировать немедленно, а 25% в течение ближайших трех лет. Вот это будет поддержка нашей новой промышленности. И в сельском хозяйстве, похоже, должны быть меры. Спасибо, спасибо. Время Павла Грудинина. Ваши две минуты. Прошу, Павел Николаевич. Объемная программа КПРФ и НПС предусматривает переход от олигархической системы экономики к социально ориентированной. И для этого мы разработали программу «20 шагов», которая позволяет утверждать, что наша экономика должна быть конкурентоспособной и социально ориентированной прямо после вступления некоторых законов, которые мы предлагаем для принятия в действие. Это прежде всего национализация национальных богатств. Стратегические отрасли экономики должны принадлежать государству. Именно государство должно устанавливать тарифы, которые должны стимулировать отечественное производство. Государственный банк Российской Федерации, центральный банк, который называется сейчас, должен стать государственной структурой. Кредиты должны быть доступны для производителей в таком объеме и в таких процентных ставках, чтобы это обеспечило конкурентоспособную экономику. На сегодняшний день главной проблемой нашей страны является тотальная бедность. И если бедные граждане могут купить натуральные продукты, продукты, которые производит промышленность, такая экономика обречена на провал. Мы, к сожалению, в результате вот этой экономики, которую построила нынешняя власть, достигли 90-го места по уровню жизни в мире. Это беспрецедентно. Самая богатая страна мира обеспечила 22 миллиона бедных. И это все последствия этой экономической политики. Мы предлагаем уменьшить налоги, сделать прогрессивную шкалу подоходного налога. Богатые должны платить больше, а бедные вообще не должны платить налогов. Мы хотим, чтобы был отменен МДС, отменена система Платон. Все эти поборы и сборы, которые идут в карман олигархам, а не в бюджет, должны быть отменены полностью. Надо отменить капитальный ремонт. Надо сделать так, чтобы не больше 10% семья тратила на ЖКХ. И это все находится в нашей программе. Я предлагаю всем прийти, проголосовать за нас. Тогда в России будет социально ответственное государство и справедливость. Спасибо. Спасибо. Владимир Жириновский, ваши две минуты прошу. Вчера мы уже говорили, что утром, в 8 утра, нас никто смотреть не будет. Сегодня утром я даже включил телевизор, даже мне некогда. А все посмотрели. Я вынужден был ехать лекцию читать. То же самое завтра. Потом мы запись проводим в полночь. В городе вводится практически чрезвычайное положение. Могут всякого-то провокации перед выборами. В том числе и теракты против отдельных кандидатов в президенты, как это было в 2004 году. И вот мы в час ночи будем возвращаться домой. Ну для чего это делать? Вы можете как в России один в три часа сделать запись и показывать, когда хотите. Перепрограмме. Это я к тому, чтобы они понимали, что только я и заботюсь об их здоровье и даже об их жизни. А потом будут вспоминать, где Политковская, где Немцов-то, кстати, и так далее. Вот это принимать меры, пока вы живы все. Экономика должна быть транспортная. Потому что у нас огромное расстояние. Ни у кого в мире нет. Должна быть энергетическая. У нас больше всего энергоресурсов. И третья характеристика продовольственная. Газ, нефть, полно его. А вот от голода умирают миллионы по всему миру. А у нас огромная земля, пространство. Поэтому частный сектор себя не оправдал. Ни в чем. Зубную пасту не могут выпускать. Пуговицы. Все иностранное. Ничего не делает частный сектор. Продажный, криминальный. Деньги собирают с народа и уезжают за рубеж. Национализировать всю тяжелую промышленность. И даже легкую. Частный сектор маленькая мастерская. Чебуречная, пирожковая, ремонт обуви и так далее. Налог убрать НДС. Это Гайдар ввел специально, чтобы тормозить развитие страны. Ввести налог с продаж. И ограничить вывоз валюты за рубеж. И эти меры, естественно, доказать, что госсектор хуже, чем частный, я согласен. Но частный воровской продажный. Поэтому больше упор на государственное регулирование и цен, и всей промышленности. Спасибо, Владимир Владимирович. Если позволите, я отвечу на ваш, так сказать, на вопрос, если он не был риторическим. Чтобы во всей нашей большой стране смогли увидеть и услышать вас, мы стоим именно в это время. Понимаете? Наши предвыборные дебаты. Опишем мы именно в то время, когда все вы, дорогие друзья, можете собраться в этой студии. Вот и весь простой ответ. Не надо. Не надо морочить голову. Это правда, Владимир Владимирович? Восемь утра вся страна едет на учебу и работает. Это больные все смотрят. И большое количество из вас вчерашнего тому подтверждение. Не морожьте голову. Мы должны решать, когда нам выступать. А не вы. Дорогие избиратели, я за последние месяцы очень много путешествовала по нашей большой стране. Я смотрела, как живут люди в самых разных регионах России. И в Сибири, и в Забалькалье, и за Уралом, и в южной части России. Все, что я видела, это тотальная бедность. Это главная проблема нашей экономики. У нас, к сожалению, очень много людей живут за гранью бедности. Почему же так происходит? Это происходит по двум основным причинам. Первая из них – это коррупция. Тотальная коррупция в нашем государстве. Вторая причина – это госрегулирование. Никогда компании, управляемые чиновником, не могут быть столь же эффективными, как частная компания, которая управляется частным лицом и которая относится к этому бизнесу как к своему бизнесу. В нашей стране более 70% госкорпораций, то есть более 70% бизнеса просто не существует. Эта компания принадлежит государству. Все эти люди, которые говорят бесконечно о возврате в СССР и госрегулированию, вас обманывают. У нас и так госрегулирование. 70% управляется государством и управляется неэффективно. Для того, чтобы преодолеть эту бедность, мы должны, во-первых, перестать быть страной, которая сидит на нефтяной игле. Мы должны начать развивать производство, которое не было развито за эти последние 18 лет вообще. Мы только продаем оружие и нефть. Это основные статьи наших доходов. Давайте изменим эту структуру. И, конечно же, давайте победим бедность. Это главная часть моей программы. Я очень много об этом пишу. О важности пенсии нормальных. О важности нормальных зарплат для учителей, врачей и людей, которые сегодня недополучают из-за воровства чиновников. Это главное, что я хотела сказать. Мы поговорим о коррупции отдельно во второй части. Хорошо, спасибо. Максим Суракин, прошу, Максим Александрович, две минуты ваши. Спасибо. Дорогие избиратели, у нас есть исторический шанс выбрать президента, коммуниста и вернуться к социализму. Наша программа «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму» это комплекс именно экономических мер возврата экономики к социалистическому пути развития. Нам много говорят буржуазные кандидаты о том, что частный собственник эффективный, что государство ничего не может. Только однако советское государство эффективно за несколько пятилеток строило заводы, пароходы, оборонную промышленность, после войны восстанавливали за несколько пятилеток, создавали мощный энергетический и топливный комплекс. Мы должны начать сейчас с национализации банковской системы. Фактически это та петля, которая душит любую экономику. Мы сейчас видим, как банки грабят просто и предпринимателей, и государства, и простых людей. Они получают кредиты от ЦВ под 2%, а дают под 17%, под 20%, под 28%. Какое развитие производства может быть в такой системе, когда рентабельность производства 15%, а банковский кредит 20%. Поэтому они одной рукой дают, а другой душат. И поэтому будут разоряться малые предприятия постоянно, потому что создана специальная система угнетения и грабежа людей. Только Нацбанк, только единая государственная банковская система. Именно с этого начали большевики. Даже без кредитов, без кредитов под ноль, даже государственное производство не сможет развиваться. У нас есть хороший советский опыт. Если нам нужна энергетика, мы можем строить мощные атомные станции. Сейчас посмотрите, что происходит. Нам опять же говорят, частный сектор, пойдите хоть в маленький офис, подключите. Да вас ограбят, потому что взяточницу, потому что подключение к мощностям с каких-то пор стало стоить больших денег. У нас все есть. Если мы вернем это в собственность государства, мы построим сильную советскую экономику, где каждый будет получать достойный уровень зарплаты. Вперед, социализм! Молодец! Спасибо. Далее Борис Титов, Борис Юрьевич, две минуты. Пожалуйста. Меня зовут Борис Титов, и я иду на выборы президента для того, чтобы убедить страну, убедить людей, убедить бизнес, власть, что та старая экономическая программа, которая прежде всего базировалась на экспорте нефти, больше не работает. Вы посмотрите, 8 лет стагнации, уже 8 лет стагнации. За это время развивающиеся страны, с кем мы в основном конкурируем, выросли на 55%. Мир в среднем, все страны, на 35%. Наша экономика за 8 лет, всего на 6. Даже из нефтяных экономик, только Венесуэла была хуже нас, все остальные росли лучше. За это время мы потеряли, эта цифра очень большая, 10,8 миллионов рабочих мест. Это почти 10% от всех рабочих мест, которые у нас в стране на сегодняшний день есть. Поэтому, если дальше мы будем реализовывать эту политику, эту зависимость от нефти, то, конечно, нас ждет резкое снижение, ухудшение жизни. Это действительно бедность, это почти мы уйдем по то, как мы жили в 90-е годы. Поэтому сегодня... Да, и нас обгонят даже такие... Китай уже обогнал по уровню жизни, а нас обгонят такие страны, как Казахстан, Индия на уровне 25-го года. Поэтому старая политика, которая основывалась на жесткой финансовой политике, как очень хорошо выразили эту политику, «Денег нет, но вы держитесь». Политика, которая базировалась на крупных нефтяных, прежде всего, и финансовых компаниях, и чаще всего государственных, должна смениться политикой для инициативы миллионов людей, современной промышленности, сельского хозяйства, инновационных технологий. И для этого должны быть условия, которые я потом расскажу. Григорий Явлинский, ваши две минуты, пожалуйста, Григорий Алексеевич. Да. Говоря обо всем, что здесь мы слышали, вот вчера разговаривал с женщиной, бригадир смены на кондитерской фабрике. Семья, а муж техник в авиаотряде. Семья из четырех человек, двое детей. 30 тысяч общий доход семьи. Они квалифицированные люди. Доход 30 тысяч. 7 тысяч семья платит за ЖКХ. 2,5 тысячи рублей платит за детский сад. Полторы тысячи рублей платит за школу. Плюс еще капитальный ремонт. Посмотрите, что остается. Вся семья живет ниже уровня бедности. Предлагаю всем людям, семьи которых живут ниже уровня бедности, отменить подоходный налог. Второе. Огромные проблемы в депрессивных регионах, где люди получают 14 тысяч средняя зарплата в Калмыкии, 16 тысяч псков. Да даже уму непостижимого в России в 21 веке люди получают столь низкий доход. Открываем счета, делаем базовый доход. Базовый доход для депрессивных регионов, для пенсионеров, бедных людей. Поднимаем тем самым внутренний спрос. Накопительные счета. Для людей старше 18... От рождения до 18 лет они накапливают по крайней мере суммы, с которой они могут начать жизнь. Я посчитал, до 18 лет собирается не очень большая сумма, как процент от продажи нефти и газа. Но миллион рублей можно собрать, и с этого можно начинать жизнь. Это только первые меры, которые необходимы для всего того, о чем здесь говорилось, о преодолении бедности. Спасибо, Игорь Алексеевич. Далее в соответствии с регламентом вопросы и ответы, на которые у каждого из кандидатов будет 2 минуты и 5 секунд ровно. Сергей Николаевич, давайте с вас начнем. Ну вот, вы говорили и про, так сказать, зависимость нефтяную, нашу экономическую, что является, так сказать, естественно, залогом плохого роста или стагнации, или даже падения и так далее. Но я хочу вам сказать, что, на самом деле, эта зависимость, она не несколько преувеличена. Доля экспорта в последнее время, судя по статистике, доля экспорта сырьевого, она падает, а несырьевого экспорта растет. Но это к слову. Какие конкретно меры, вы сказали в общем, какие конкретно меры вы будете предпринимать, чтобы сделать экономику, о чем вы говорили, сильной? На какие сферы экономические, по вашему мнению, надо сделать упор главный? Прошу 2 минуты и 5 секунд. Я бы попросил вас не выступать в качестве доверенного лица отсутствующего кандидата Путина. Потому что не надо хвалить то, что есть. Нет, это статистика. Если мне нужно будет узнать цифры, я скажу об этом сам. Статистика. Значит, второе. Самое главное. Сегодняшнее наше руководство экономической и финансовой политики лишило нас безопасности продовольственной. Идет полный саботаж решения президента Путина об импортозамещении. Где импортозамещение? Вы знаете, например, или у вас там где-то записано, что не так, 70% производства молока и производств принадлежит двум транснациональным корпорациям. Это Пепсико-Кола и Данон. И если они захотят перекрыть нам это производство, они могут это сделать по щелчку из Брюсселя. Кроме того, когда мы говорим, что у нас мы боремся за производство птицы, производство мяса, да, у нас строятся птицефабрики, да, у нас производится яйцо. Но один маленький факт. Если в советскую эпоху у нас почти в каждом регионе были селекционные центры, сегодня мы завозим племенное яйцо из Голландии. У нас нет своего основного уровня производства. Вот до чего дошло наше неолиберальное правительство. И если мы будем продолжать этот курс, это просто экономическое рабство. А банковское рабство уже стало реальностью. У нас сегодня банкиры взяли под контроль. Нам нужно пресечь эти безбожные проценты, которыми облагают и юридических лиц, и физических лиц. Нам нужно добиться, чтобы было 2-3% банковских кредитов, мы можем платить. Иначе не будет развития никакого. Спасибо. Спасибо. Павел Николаевич, далее вам вопрос. Вот я очень внимательно изучил вашу программу. В первом же пункте говорится о необходимости смены экономической стратегии. О том, что, говорится там, приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов. Интересы простого человека, а не рвачество жирных котов. Вы обещаете поставить, кроме того, богатство России, ее природные, промышленные, финансовые ресурсы на службу России, провести национализацию стратегически важных систем образующих нарастей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков и так далее. У меня простой вопрос в связи с этим. А будет ли национализировано в качестве природного ресурса и богатства земли, например, вот в этой парадигме совхоза имени Ленина? Ну, во-первых, я должен вам сказать, что я единственный здесь, который построил модель, благодаря, в том числе, и социальным программам, которые мы продвигаем по предложению Коммунистической партии Российской Федерации. И мы реально доказали, что даже в этих кислотных условиях для бизнеса, мой коллектив и я, можно развиваться и строить прекрасные школы, детские сады, направлять деньги не на свои нужды, а на нужды коллектива. Такие народные предприятия, которые поддержаны Коммунистической партией Российской Федерации, находятся по всей нашей стране. Их немного. И если бы государство их защищало от рейдеров, от власти, которая все время хочет взять взятку, а не помочь предприятиям, если бы она защищала от тарифных компаний, которые действительно берут огромные деньги за право подключения, если бы государство делало инвестиционно привлекательным любой бизнес в России, то, может быть, таких предприятий было бы много, и вся наша страна была такой же, как совхоз имени Ленина. И поэтому, если тут собрались практики, то я с этим не соглашусь. Практик тут только один. Это директор совхоза имени Ленина Грудинин Павел Николаевич. Что касается земли, то это ресурсы... Мы немножко побольше вас будем. Да, вы побольше, но потом не перебивайте, пожалуйста. Да, и если вы построили школы, детские сады, и ваша зарплата в совхозе, и в вашем предприятии... Семьдесят... Мы считаем граничными, мы же все знаем, какая зарплата. Господа, 2 минуты, 5 секунд, Павел Николаевич Грудинин. Но, если говорить о том, о чем вы спросили, то земля это народное достояние, средство производства. Другое дело, что во всех странах мира, во многих странах мира, государственная земля, а в Китае, например, дают в аренду на 49 лет, это возможно. Но я считаю, что приватизировать или национализировать землю не надо, потому что вот эти четыре лозунга, которые говорил еще Ленин, власть советом, миру мир, земля крестьянам, а фабрики рабочим, это наш лозунг, который сто лет назад был актуален, и актуален сейчас. Ясно. Спасибо. Борис Юрьевич, у вас будет с вашей 2 минуты и 5 секунд. Пожалуйста, воспользуйте всеми, как хотите. Владимир Вольфович, вы предлагаете, вашу программу я тоже изучил. Борис Юрьевич, 2 минуты и 5 секунд будут ваши, через некоторое... Очень скоро, через 6 минут, примерно. Владимир Вольфович, вы предлагаете очень много мер, которые ограничивают, так сказать, и замыкают российскую экономику. У вас много таких пунктов, исключительно на России. По вашему мнению, не приведет ли это к экономической изоляции? И если да, то нужно ли с ней бороться, или нужно ею наслаждаться? Пожалуйста, ваше время. Никакой изоляции. Но почему я говорю, что частный сектор хуже? Он хорош в мировом масштабе. У нас он не получился. Конечно, государство менее эффективно, но оно более честное. Мы зачем землю отдали в частные руки? Мы отдали землю в частные руки, и всю эту землю они не используют. Ничего не делают. Десятки миллионов газ стоит пустыми. Павел Николаевич, может быть, не договорил, я за него скажу. Успешное хозяйство. Только за счет одного. Сдача земли в аренду. Нашу землю сдают в аренду и огромные доходы. Но это подмосковная, самая дорогая в мире земля. Поэтому это можно делать. Это не противозаконно. Нужно показывать, так сказать, смысл. Поэтому изоляции никакой не надо. Но мы должны обязательно. Вы понимаете, что я ведь говорю не просто так. У царя получился частный сектор? Нет. У советской власти его вообще не было. Артели, кустари, одиночки. Это не частный сектор. Сегодня не получается. Почему я вам всем объясняю, всей стране. Если будет мощный частный сектор, я за него. Но его никогда не допустят. Тогда появится мощная другая политическая партия. И те, кто у власти, не смогут устоять у власти. А те, кто пришел к власти, при Ельцине. Задача одна. Удержать власть. Для этого частный сектор не нужен. Они его будут сметать. Это вы должны понять. Не надо людей наших держать за дураков. Это специально делается. Когда частник уезжает за границу. Деньги за границу. Но это судьба страны. Когда царь пошел на демократию, и частный сектор, рухнула страна. Все начали раздирать ее на части. Советская власть разрешила частный сектор, и демократию рухнула страна. Поэтому ради спасения страны лучше будем жить в стране, где будет государственный сектор, но будет наша страна Россия. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Далее время Ксении Собчак. Деятельные выводы. Если позволите, вопрос. Вы говорите о том, что государство должно перестать контролировать экономику, только регулировать ее. Очень хочется услышать пояснение. Регулировать как? Какими законами, в каких сферах, какими инструментами? Прошу, две минуты, пять секунд. Я говорю об общем принципе. Сейчас речь вообще идет совершенно о другом. Сейчас государство контролирует вообще все. И оно это делает неэффективно. Чиновники, которые получают огромные зарплаты, Алексей Миллер, 2,7 миллиона рублей в день. Зарплата главы Роснефти Сечина, 2 миллиона рублей в день. За что эти люди получают такие зарплаты? Может быть эти госкорпорации управляются очень какими-то продвинутыми профессионалами? Нет. Это дети чиновников и силовиков управляют этими госпредприятиями. Сын Бортникова в ВТБ, у нас сын Патрушева в Россельхозбанке. Вот кто управляет этими государственными компаниями. Вот в чем большая проблема нашей страны. Вот в этой коррупции, с которой нужно бороться. Пока мы ее не победим, ничего не изменится. Конечно же, государство должно меньше регулировать экономику. Но мне приходится соглашаться с Владимиром Вольфовичем, просто вывод он делает совершенно неправильный. Государство специально подавляет частный сектор. Потому что везде, где возникает частный бизнес, предпринимательство, везде возникает инициатива и либеральные ценности. Это факт. Потому что как только человек начинает управлять даже своим маленьким ларьком или своим маленьким заводиком, он начинает понимать, что надо брать ответственность на себя, надо иметь либеральный взгляд на вещи, надо быть за конкуренцию. Государству это не выгодно. Им выгодно иметь бюджетников, которых они кормят и поэтому могут диктовать, за кого голосовать. Им выгодно иметь разросшийся государственный сектор, чтобы контролировать все и не дать развиваться частной инициативой. Это специальное уничтожение любой предпринимательской активности в нашей стране. Это приведет к тому, что через 25 лет нефть закончится и нам нечего будет продавать. И вы говорите неправду, вы врете. 70% на сегодняшний день, я хочу, чтобы мои избиратели это знали. Это продажа нефти, угля и газа. 70% нашей экономики на этом держатся и на продаже вооружения третьесортным странам. Спасибо. Никакой другой возрасте. Спасибо, что делите страны на сорта, Ксения Анатольевна. Большое спасибо, время ваше истекло. А что касается вы врете, уважаемый Минэкономразвитие, вот только что Ксения Анатольевна Собчак передала вам привет. Далее Максим Сурайкин, ваши 2 минуты и 5 секунд. И, кстати, вот я задал этот вопрос Владимиру Жириновскому, вам задам его как бы еще жестче, потому что у вас все гораздо радикальнее описано. Вот по поводу изоляционизма российской экономики, у вас даже недвусмысленно и многократно это повторяется. Вот как вы планируете бороться с этим самым изоляционизмом после введения всех тех мер, которые в вашей программе черным по белому прописаны? Прошу, Максим Александрович, 2 минуты и 5 секунд. Мы имеем хороший советский опыт с начала 17-го года, когда весь мир буржуазный ополчился на советскую Россию. И даже в тех условиях большевикам удалось начать строить заводы, приобретать новые технологии и обеспечивать мощный оборонный комплекс. После войны мы тоже видели, как за 3-5 летки решили все проблемы. Почему? Потому что при социалистической системе есть возможность концентрации капитала в интересах общества и человека. Можно сконцентрировать капитал, чтобы построить быстро новые заводы. Можно сконцентрировать капитал, чтобы построить новые мощности производства топлива и энергетики. Вот именно этого мы хотим добиться. На первом этапе нам надо сначала вернуть украденное. Те заводы, пароходы, недродобывающие предприятия, колхозы, украденные у народа. Мы должны все приватизационные сделки и залоговые аукционы отменить. И завести уголовные дела по факту кражи государственной собственности и народного богатства. И неправда, не государством управляется сейчас страна. Она управляется несколькими десятками олигархических семей, которые контролируют 95% ВВП. И они и частный бизнес будут давить, и кредитами будут душить, и новые ландлорды будут на корню уничтожать все наше крестьянство. Я тоже много езжу по стране. В каждом регионе вся земля скуплена двумя-тремя олигархами, которые забрали за копейки в 90-е, и она вся бурьяном поросла. Потому что они душат, они либо сдают за большие деньги в аренду крестьянам, которые отдают все и не имеют ничего, либо вообще ждут, когда ее продать или перевезти в другие категории. Земля должна быть государственной. Мы должны ее всю национализировать в первую очередь, и в том числе украденные колхозы. Только так мы обеспечим крестьян работой и мощное сельское хозяйство. Все это возможно. И тот же Китай нам показал, как на базе социалистических методов под управлением Компартии и допуска частной инициативы можно построить мощнейшую экономику. Спасибо. Все время, 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 время и стекло. Спасибо. Убирайте звук. Так, Борис Юрьевич, к вам вопрос довольно длинный. Вот вы предлагаете амнистируть осужденных российских бизнесменов, осужденных или там скрывающихся, беглых, как угодно назовите. Значит, они в Великобритании скрываются от российского правосудия. Вот в этом списке, не только, за границей, много стран здесь, которые облюбовали себе, значит, вот эти самые предприниматели. С развитым предпринимательским духом люди. Значит, в вашем новом списке, сейчас, Борис Юрьевич, Борис Юрьевич, под номерами 5, 6 и 7, вот конкретно, числится Александр Дейлис, это экс-руководитель компании Квартстрой, объявленный в розыск после хищения средств дольщиков, и Павел Власюк и Александр Байгушев, которых называют наши, так сказать, органы соответствующими сообщниками. Вы не читаете мой список, они числятся одним номером по их юристу. Вы же понимаете, что... Поэтому я не знаю, откуда вы берете эту информацию. Тем не менее, хорошо, они есть в вашем списке? Они есть. Хорошо, тогда вопрос. Вот они вернутся. Кто вот пяти тысячам пострадавших дольщиков вернет их средства? У нас есть, ну, у меня есть, я интересовался вопросом, и фамилии их, и имена, и так далее. Что будет с сотрудниками компаний, которые сейчас находятся кто под домашним арестом, кто под следствием, и так далее? Кто в СИЗО? Их выпустят за что? За отсутствием состава преступления? С формулировкой так бывает? Ответьте, пожалуйста. Прошу, две минуты, пять секунд. Очень легко отвечу на этот вопрос. Я только что был в Нижнем Новгороде, и мы договаривались с дольщиками, потому что этим людям лучше вести переговоры. Они сегодня выдают свою землю, которая у них есть в Нижнем Новгороде, в центре города и на окраинах, готовы отдать для того, чтобы... А проблема их возникла, потому что им банк не перекредитовал в условиях кризиса их бизнес. Это не их проблема, это не мошенничество. Это их проблема и проблема экономики страны. И надо решать ее вместе. И делать это не из тюрьмы или не из-за границы, потому что они уехали туда под угрозой того, что будут в тюрьме. И часть народов в тюрьме, вот их надо всех выпустить. Да, конечно, должно идти следствие, но все должно быть идти для решения проблем дольщиков и всей этой ситуации. А я, если можно, все-таки расскажу в целом о моей программе. Так я хочу сказать, вот тут многие коммунисты говорят о том, что самые лучшие времена были в Советском Союзе. Мы достигли таких результатов. Статистика говорит другое. Самый лучший период в развитии России были Столыпинские реформы, Столыпинские времена. Пять с половиной лет Столыпин был председателем правительства за это время. Когда в Советском Союзе, вот Солженицын такую цифру привел, ушло 110 миллионов человек погибло. Во время Столыпина всего за это время 32 миллиона плюс. Это самый высший результат Столыпина. 8% росла промышленность, ее уничтожили большевики потом. Сельское хозяйство. Первое место в мире по зерну. Уничтожили большевики. Ушли вниз, начали покупать 20 миллионов. Так я хочу сказать, нам нужны Столыпинские реформы сегодня. Потому что главная цель Столыпинских реформ была дать чувство хозяина. Создать хозяина на земле. Дать кредиты, дать оборудование, дать землю. Вот сегодня надо делать, конечно, не только с сельским хозяйством, но и в промышленности. Но главное, дать свободу бизнесу. Все, спасибо, спасибо, Столыпина на вас нет. Григорий Алексеевич, вот вы с одной стороны, позвольте наивный вопрос. С одной стороны, вы предлагаете отменить все налоги, кроме подоходного. С другой, если я правильно вас понял, с другой, предлагаете развивать науку, много чего еще развивать. Вот на какие деньги развивать науку и платить зарплаты? Это несложно. А я и не претендовал. Несложно. Дело в том, что только представьте себе, что нецелевые расходы Министерства и ведомств ежегодно составляют от 600 до 700 миллиардов рублей. Строительство стадиона в Санкт-Петербурге 45 миллиардов рублей. Дивиденды Роснефть и Газпром не платят на сумму 700 миллиардов рублей. Хотя это государственные компании. И так далее до бесконечности. Вернемся к сути дела. Я хочу сказать, а как же сегодня проводить вот ту политику, которая обеспечит экономический рост и внутренний спрос? Уже 10 лет я разрабатываю программу, которая называется «Дома, земля, дороги». Это программа появления в России собственника, собственного жилья на собственной земле. Это чрезвычайно важная программа, потому что она создает у людей ощущение, что у них есть своя земля. Скажем, 30 соток можно получить бесплатно в европейской части, 60 соток за Урал для того, чтобы построить собственный дом для собственной семьи. А всю инфраструктуру, дороги, газоснабжение, электроэнергию, водоснабжение может и должно обеспечить государство за счет нефтяных, газовых и оружейных доходов, о которых здесь шла речь. Это 1,8 миллиарда квадратных метров жилья. Такая программа в ближайшие 6 лет будет стоить дорого, 13 триллионов рублей. Но имея оружейную программу на 22 триллиона, мы можем поделиться и можем легко двигаться в этом направлении. Вторым направлением для создания стимулов для развития является выравнивание регионов за счет более справедливого распределения средств из федерального бюджета. Спасибо, Григорий Алексеевич. И третья часть сегодняшних дебатов, это, собственно, завершающее слово. Сергей Николаевич, начинаем мы с вас. Сергей Бабурин, две минуты, прошу. Уважаемые избиратели, Вы знаете, мне уже надоело, как и вам, наверное, слышать сегодня, в 21 веке, что во всем виновата советская власть. Вот те цифры, в которых господин Титов путался, надо было бы дополнить, что с 1937 года по 1987 численность населения Российской Федерации возросла на 90 миллионов человек за 50 лет. А с 1991 по сегодняшний день численность населения со 150 миллионов упала до 142. Вот результаты либерального управления России. Хватит обвинять большевиков и советскую власть. Давайте поймем, что когда мы говорим о выходе из кризиса, я больше всего не люблю слов бездумной национализации. Что государство возьмет в собственность? Да Советский Союз погиб из-за того, что государство было собственником всего, а значит хозяевами была партийная номенклатура. И эта партийная номенклатура захотела по наследству передавать эту собственность и пошло на уничтожение Советского Союза. Именно поэтому детки, внуки и прочие сейчас этой номенклатуры сидят во всех хлебных местах. Мы должны сделать все, чтобы собственность принадлежала народу, не государству. Государство-механизм. Люди должны владеть собственностью. Нам пора перестроить вот эти многоэтажные, перестать строить дома. У нас что? У нас человек должен жить на земле, бесплатно выделять землю под жилищное строительство. И молодой семье деньги на строительство родился следующий ребенок, первый, второй, третий, вплоть до полного государственного погашения стоимости жилья. Вот тогда будет успех. Спасибо, спасибо, Сергей Николаевич. Простите, время. У каждого из кандидатов, напомню, есть две минуты на заключительное слово. Павел Грудинин, ваши две минуты, прошу. Слушайте, мне очень приятно, что все кандидаты, которые здесь стоят, прочитали нашу программу. И растащили ее на свои тезисы. Но я хотел к вам обратиться. Пожалуйста. Я могу вам сказать только одно. Вот то, что сейчас здесь происходит, это не дебаты. Это базар, это какие-то крики с места. Дебаты, это когда ты споришь с соперником. Здесь вопросы и ответы, это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас только шесть минут, необъяснимо никому. Вы получили от нас письмо. Ну, я имею в виду не вас, а руководство. Которое предложило, мы предложили вам сделать все по-другому. Вы игнорируете это все. Центральная избирательная комиссия и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один. Взяли, сделали из этих вот так называемых дебатах шоу. И занимаетесь только одним. Тем, чтобы портить отношение к президентским выборам. Вы сносите вообще понятие президентских выборов. Я не собираюсь в этом участвовать больше. Потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган. Если вы собираетесь что-то изменить в этой ситуации, вы должны тогда принять наше предложение, сделать дебаты, а не вот это вот выстраивание всех и ваше интервью. Причем вы абсолютно уверены, я вам говорю, что вы фальсифицируете статистические данные. Россия находится в ужасном финансовом положении. У нас идет стагнация уже не один год. И дело даже не в санкциях, а в том, что именно власть сделала так, чтобы наша экономика была неконкурентоспособной. Правительство Российской Федерации должно выгнано быть президентом. Но до сих пор вот этот принцип, хоть плохие, но наши, свои. Поэтому я считаю, что эти дебаты не имеют права на жизнь. И поэтому я покидаю эту студию, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не хотели приходить на президентские выборы. Спасибо вам большое. Ну, может, мне дадите возможность ответить, Павел Николаевич? Отвечайте. Хорошо. Нет, мы так не делим. Ну, давайте. Колледж Павел Николаевич это сказал, позвольте, я отвечу. Владимир Владимирович, позвольте, я отвечу. Первое, значит. Первое. Значит, никакими данными, никакие данные я, конечно, не фальсифицирую и даже ими не оперирую. Те данные, которые я приводил, вот те скромные, это все были официальные данные Минэкономразвития, с которыми очень легко ознакомиться. Вот, это легко. Это легко, поэтому послушайте. Поэтому вот эти слова, и, так сказать, вы врете, они не имеют никаких оснований. Вот. Но, впрочем, в суд мы обращаться не будем. Далее, значит, что касается дебатов и их регламента. Значит, они проводятся в строжайшем соответствии с законом, за который все вы, уважаемые кандидаты в президенты Российской Федерации, так ратуете. В строжайшем соответствии с законом. Это правда. Владимир Вольфович, ваши две минуты. Пожалуйста. Владимир Вольфович, ваше время пошло. Все. Подождите, остановите часы. Хорошо, остановите часы и забудьте за. Хорошо. Так, остановите часы. Хорошо. Давайте начинаем мы. Я готов уже начать. Хорошо, готовы? Давайте. Две минуты, да. Внимание. Две минуты. Владимир Вольфович Жириновского. Пусть вернут. 2-0-0. Сейчас вернут. Пожалуйста, Владимир Вольфович. Я? Так, две минуты верните, пожалуйста. Все, я. Верните. Что они все, семь минут украли и все. Секунд. 2-0-0 поставьте. Секунд. Я тут же начинаю сейчас. Все, поехали. Вот все. Я их всех накажу. И олигархов, и все, кто ворует. Я верну все деньги за границу. В условиях демократии это невозможно. Я веду самую жесткую диктатуру. Потом, когда все успокоится, когда мы станем богатой страной, мы создадим две мощных партии, равновеликих. Как в Америке. И каждый раз разные кандидаты от этих партий будут президентами. Или вообще уберем пост президента. Будет парламент и будет парламентская республика. Но сегодня, что вы друг на друга нападаете? У одного фабрика птичья, у другого клубничка, третий что-то еще. Вы ни в чем не виноваты. Вам никто не позволит создать мощный частный септор. Вам никто не позволит по-другому проводить дебаты. Царская Россия была, монархия. Красная Россия была, монархия. И сегодняшняя демократическая Россия, монархия. Это судьба России. Можете понять? Она не может существовать вне рамок монархического режима. Когда все решает один. Вот он там сидит уже 1155 лет. А вы пришли всем всех, а мы тут поломаем все. А за вами 1155 лет. Поэтому ваше желание мне понятно. Но вывод только один. Я должен заменить Путина. Другого пути нет. Тогда я все сделаю. Он не может. Почему? Его окружили все коррупционеры. Олигархи. Он боится. В любой момент они переворот совершат. Нужна диктатура, чтобы их арестовать. Утром всех арестовать. Тогда переворота не будет. А вы говорите утро плохое время. Видите, оно оказывается лучшее. Ксения Анатольевна, пожалуйста, ваше заключительное слово. Значит, у нас как бы выборы в стране, дорогие друзья. И у нас как бы дебаты. Мы видим, что действительно государство выделило нам время. И мы имеем право распоряжаться этим временем так, как нам кажется правильным. Мы хотим дебатировать друг с другом. Нам не дают этой возможности. И более того, ведущий высказывает свои личные мнения. Ссылается на какую-то несуществующую статистику. 70% о которых говорила я. Это официальные данные. Потому что на сегодняшний момент мы, как Россия, экспортируют. На это ведущий высказывает свои мнения. Вы правда считаете, что это похоже на реальные дебаты? Это та же пропаганда, которой этот ведущий и так занимается все свое рабочее время. Я против этого. Я призываю вас проголосовать на этих как бы выборах. За кандидата против всех. Против всех этих людей, которые изображают из себя оппозицию. Против Путина, который сейчас находится у власти. Проголосуйте за кандидата против всех. Проголосуйте против всей той несправедливости, которую мы наблюдаем каждый день в нашей стране. И только тогда мы сможем показать всем этим людям, как же они нам надоели. Как же мы хотим изменений в стране. Как же мы хотим реально конкурентных выборов, где все смогут спорить друг с другом. Высказывать свои позиции. Где ведущий не будет навязывать какие-то цифры, которые ему подсказали, что их правильно произвести в эфире. Давайте стремиться к свободной, честной России. Со свободными, честными выборами. Которых сегодня в нашей стране нету. Именно для этого я пошла на них, чтобы говорить с вами, дорогие телезрители, чтобы вам не вешали лапшу на уши. И несмотря на то, что никто из нас не выиграет, я хочу, чтобы вы знали, что в стране есть честные и порядочные люди, которые готовы отстаивать ваши интересы. Давайте покажем, что нас много и что мы не боимся. Проголосуйте на этих выборах против всех. Значит, за Ксению Собчак. Спасибо. Да, время вышло. Все, 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 господа, господа, у нас время ограничено. Так, внимание, друзья. Борис Юрьевич, у вас будет время, прошу вас. Мне неожиданно было много уделено внимания выступления Ксении Собчак. Тогда отвечу еще раз, 15-й, может быть, для слабослышащих на этот раз. Это были не мои мысли, не мое мнение, а официальное внимание статистика. Более того, Ксения Анатольевна, я как раз отношусь к тем ведущим, которым не подсказывают, которые умеют читать и сами пишут себе то, что они говорят. Понимаете, в чем дело? Я пишу все сама. Не знаю. Я пишу все сама, а вы ходите с носом клоунским, перебивая кандидатов. Нет, мне не нужен клоунский нос, достаточно одной клоунессы, правда, в студии, Ксения Анатольевна? Нет, клоун здесь это вы, и вы себя уже проявили на прошлом нашем эфире. Две минуты, прошу ваши, не отнимайте время у своих коллег. Вы знаете, у нас так разговаривают кандидаты, так разговаривают с ведущими. Вы правда считаете, что таким образом ко мне обращаться это правильно? Прошу вас. Максим Александрович, ваши... Дорогие товарищи, я, Сурайкин Максим, единственный коммунист, единственный коммунист, кандидат президенты. Наша программа 10 сталинских ударов, это возврат к социализму, это возврат всей украденной собственности, это настоящая экономика в интересах человека. Мы арестуем олигархов, мы выпотрошим их полностью и вернем все украденное на родину. Единственная партия, которая в мире всегда боролась за интересы народа, это всегда коммунистическая партия. И только компартия всегда могла жестко действовать в интересах народа. У нас есть такая партия и есть такая программа. Мы видим, как 30 лет практически одни и те же люди нам рассказывали про счастливую жизнь при капитализме. Пока они в 90-е рассказывали, они пилили предприятия, пилили заводы, пароходы и изымали государственную собственность в своих личных интересах. А мелкий бизнес, которым они прикрываются, в 98-м году очередным кризисом они уничтожили, обобрали даже своих собратьев по классу. После этого 2008 год опять уничтожили этот мелкий бизнес, потому что здесь правят олигархические кланы. Им не нужен ни народ, свободный и сильный, ни мелкий бизнес. И только компартия всегда в мире заботилась о создании нормальных экономических условий для простого человека и для тех, кто хочет в том числе заниматься мелким и средним предпринимательством. Только при Советском Союзе были нулевые кредиты, только при Советском Союзе было бесплатное жилье. Мы сейчас должны вернуться к этой системе, потому что без бесплатной медицины, без бесплатного жилья и без бесплатного образования будущего у нас не будет. Сейчас у нас есть шанс 18 марта сделать выбор не между конкретным кандидатом, а между капитализмом и новым социализмом, возрождением СССР. Только один кандидат, это я, Максим Сурайкин, вам гарантирует возврат социализма. Спасибо. Борис Юрьевич, ваше время, две минуты, прошу вас. Две минуты, пожалуйста. Звук только у Титова. Я хочу сказать, один очень умный человек сказал следующую фразу. Главный недостаток капитализма, неравное распределение благ, к сожалению. Но главный недостаток социализма, равное распределение лишений. Вот что такое социализм. А у нас есть план, как преобразовать экономику России. Она называется «Стратегия роста», подготовленная Столыпинским клубом. И этот план даст возможность в ближайшее время, уже первые три года, выйти, восстановить темпы экономического роста и уровень жизни населения в нашей стране. Главный лозунг этого плана – работающие люди не должны жить бедно, они должны жить богато. 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, а значит и хорошо оплачиваемых, должны быть созданы в результате этого плана. За счет чего? Ставка ЦБ вниз, свобода, кредиты, которые должны и для населения, и для бизнеса стать конкурентами по отношению к другим странам. Ипотека, которая должна двинуть вперед стройку. 5 процентов, для этого надо всего 170 миллиардов рублей. Сегодня на банки потрачены триллионы на спасение тех людей, которые своровали деньги в банках. Тарифы замороженные, полностью сегодня государство потеряло контроль над тарифами. 30 процентов только по электрической, сетевой составляющей, завышение цен. Мы должны заморозить тарифы, перейти к новой системе установления тарифов на продукцию естественных монополий. Малый бизнес, патенты. Самое простое – снять все ограничения административные. Мы предложили правительству два года там назад простые патенты. 10 тысяч рублей хоть на месяц ты можешь купить, хоть на три года, и работать без регистрации и без снятия с учета. Ну и, конечно, судебная реформа, амнистия по 159 статье, и, конечно, проекты, которые необходимо реализовать. Григорий Алексеевич, ваши две минуты, прошу вас. Пожалуйста, ваше время. Григорий Явлинский. Время. Звук только у вас. Хорошо, возвращаем, пожалуйста, верните таймер на две минуты. Григорий Алексеевич, звук в любом случае только у вас, когда выступать. Дорогие друзья, сначала общее соображение, очень важное. Никогда не голосуйте против. Голосуйте обязательно за. Нельзя быть против всего и против всех. Это бессмыслица. Нужно увидеть, за что надо голосовать. За что надо голосовать, я вам скажу. Если совсем коротко спросить меня, как сделать так, чтобы в России росла экономика. Чтобы я ответил двумя словами. Я занимаюсь этим 40 лет. Я скажу вам. Свобода и закон. И закон должен быть одинаковым для всех. А частная собственность должна быть неприкосновенной. Вот три простых правила, на которых будет расти российская экономика. Правда, что много сотен лет в России не получалась динамичная современная экономика. А теперь у нас все получится. Потому что в 21 веке экономику создают свободные люди. Люди, умеющие пользоваться творчеством. И люди, которым созданы равные условия для всех. Свобода, творчество и равные условия для всех. Вот то, что необходимо нашей жизни. Вот то, что необходимо экономике 21 века. Потому что экономику 21 века создают только люди, которых уважают. И которые уважают себя, уважают свое правительство, уважают своего государства. Это залог строительства новой экономики. А дальше мы будем отменять НДС машиностроителям. А дальше мы будем решать все проблемы. Мы сейчас делаем. Спасибо. Спасибо всем кандидатам. До свидания. Только за меня голосовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ежегодное послание президента Российской Федерации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА